Завершилось первое полугодие. Пришло время подвести социально-экономические итоги. В начале штаба по комплексному развитию региона губернатор Сергей Морозов отметил, что сроководители ведомств строго спросят за результаты. В итоге первых месяцев показывает, что сослаться можно хоть на пандемию, хоть на экономические, международные, всякие валютные кризисы. Но это, знаете, как я очень часто говорю, не пройдет. Результаты у всех были и цели прописаны в разных наших планах. И вы обязаны были это выполнить. За пять месяцев года итоги уже подведены. Наибольшее проседание в промышленном производстве. Его индекс снизился почти на 13%. А ни один из показателей не достиг 100%. Стабилизация производства ожидается к концу года. Но не по всем параметрам фиксируется падение. Итог социально-экономического развития на 1 июня 2020 года сельхозорганизациями посеяны, засеяны культуры на площади 464,5 тысячи гектаров. Чтобы понять, что это много или мало, это 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. Наряду с сельским хозяйством рост демонстрирует строительная отрасль. Еще одна приятная новость. Почти на 6% в регионе выросла средняя заработная плата. Ульянцы получают поддержку из других источников. Губернатор поручил минимизировать рост тарифов на услуги ЖКХ. Остается на прежнем уровне плата за вывоз мусора. Ульяновский не изменится тариф на холодную воду. Стоимость электроэнергии вырастет только в части федеральной надбавки. Сохранится на прежнем уровне плата за капитальный ремонт. В части реализации вашего поручения по заморозке тарифов для части населения и муниципалитетов в городе Ульяновске в первую очередь, по Альткотельной в рамках этой большой программы на сегодняшний день более 50% населения города Ульяновска абсолютно не почувствует на себе рост тарифов. Губернатор обратил внимание на выплаты детям от 3 до 7 лет. Глава области остался недоволен задержками и поручил создать специальную комиссию. Она должна заняться исправлением положения. В областном центре происходит не только изменение тарифной политики. Президентом России Владимиром Путином подписан указ о присвоении Ульяновску почетного звания «Город трудовой доблести». Из разных регионов приходят поздравления ульяновцев с этим событием. В связи с этим губернатор озвучил ряд инициатив, которые воплотятся в скором времени. Будет подписан указ и утвержден план мероприятий по выковещению славы земляков, ковавших победу в тылу. Например, есть предложение, раз вот такое внимание городу Ульяновску, предложить городам Российской Федерации, вот как минимум этим двум десяткам городов, провести совместный такой форум, форум городов трудовой доблести. На территории города Ульяновска, города трудовой доблести. Где-нибудь там в конце августа, начале сентября, как минимум в первой половине сентября, когда погода очень комфортная, и мы могли бы себе позволить показать, в том числе и замечательный город Ульяновск и Ульяновской области. Глава Ульянска Сергей Панчин предложил создать площадь города и музей трудовой доблести. Со своим предложением выступили депутаты городской думы. Они предлагают прописать в уставе области новый статус региональной столицы. Депутаты Загнодательного собрания от «Единой России» планируют обратиться в правительство и к руководству партии с предложением выделить дополнительное финансирование городам трудовой доблести. За присвоение Ульяновску почетного звания выступили более 200 тысяч жителей города. Голосование проходило одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию. Ульяновцы поддержали пакет изменений. Из-за него высказалось более 70% жителей области. Сейчас пришло время анализа, время подведения итогов, время реализации того, что сегодня закреплено в Конституции. Я надеюсь, что вы все, уважаемые руководители отраслей, министры, председатели правительства, заместители председателя правительства, губернатор, уважаемые руководители муниципалитетов, очень внимательно отнесетесь к каждой теперь уже узаконенной поправке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова